Об итогах 2023 года и планах на будущее в ходе пресс-конференции с журналистом рассказал начальник Брестского областного управления МЧС Валерий Рудольф. 115 спасённых жизней, 20 в ДТП, 5 во время пожаров, 21 поиск потерявшихся, 6 человек спасено на воде и 10 в иных случаях. В частности, городской службой спасено 22 человека. 115 спасённых жизней, 270 строений, 27 единиц техники и более 1400 тонн различного вида кормов и других культур. То есть это кратко из того, что нам удалось спасти своими силами. Я не говорю пока про профилактику, непосредственно итог боевых действий. В целом, подразделения МЧС Брестской области выполнили все поручения главы государства. Президент ставил определённые задачи для нашего спасательного ведомства. И в Брестской области эти задачи решены. Сегодня мы имеем снижение количества пожаров на 78 случаев. Я бы сказал, сохранили такую положительную динамику снижения погибших. 77-75 в текущем году. Небольшое снижение, но мы сегодня имеем хорошие показатели в целом в удельных цифрах на 100 тысяч населения. Мы сопоставимы со среднереспубликанской гибелью. Надо понимать, что город Минск более 2 миллионов населения. И сегодня каждая область старается где-то вот этому среднему показателю приближаться. Среди причин пожаров лидирующее место по-прежнему занимает неосторожное обращение с огнём в 80% случаев. Нарушение правил пожарной безопасности, а также нарушение правил эксплуатации обогревательного оборудования. Во время диалога Валерий Рудольф отдельно остановился на правилах эвакуации и поднял проблему заграждения машинами дворовых территорий, которые препятствуют быстро доставить помощь. Немножко попутно проблему затронем. Стоящие в городах на стоянках возят домов машины, которые перегораживают проезды, которые не дают подъехать подъездам ни нам, ни медицинской техники и так далее. Поэтому эта проблема существует. Тем более, что большие лестницы сегодня имеют разворот до 12 метров. Нормативно построенные площадки для разворота пожарной техники, которые закреплены в строительных нормах сегодня, повально используются нашими гражданами для постановки светликовых машин. Мы делаем рейды с ГАИ показательно, выявляем, наказываем, но, тем не менее, каждый, поставив машину в неположенном месте, надеется, что к нему МЧС приедет вовремя. В 2023 году в подразделениях МЧС Брестской области велась активная работа по обновлению оборудования и совершенствованию службы. В частности, в минувшем году из средств областного бюджета было приобретено 10 автоцистерн. Из Республиканского закупили автолестницу, автоцистерну и автомобиль поисково-спасательных работ. Модернизация продолжится и в нынешнем году. Основное направление, как говорили, это высотное здание. Будет закуплено две автолестницы, опять же, за счет областного бюджета. Будет закуплено автомобиль химической радиационной защиты и инженерная техника, фронтальный погрузчик «Амкадор» для разбора завалов, для реагированной на чрезвычайную ситуацию. Нельзя подводить итоги года, не назвав его героев. Таким, например, стал спасатель пожарной аварийно-спасательной части номер один пинского горрая отдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Соливон, который в свой выходной спас 69-летнего пинчанина, провалившегося под лед. Мужчина рыбачил на расстоянии около 70 метров от берега. Мы получили сигнал о том, что тонет рыбак. Соливон проживал рядом в этом населенном пункте. И, зная это, мы перезвонили находящимся на выходном нашему работнику. Он выбежал, попутно еще в неведомственную спасательную, одной из организаций, мы, в общем-то, тоже поощрим. И, фактически, они спасли человека. Уже подъехавшее наше подразделение уже помогло его вытягивать. То есть, он, не задумываясь, с помощью лестницы добрался, не провалившись, вытянул этого человека. То есть, он сегодня приставлен к награде государственной за спасенную жизнь. Вот, буквально у меня в руках наградной лист. Это было в конце, в середине декабря. И, я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен. Этот случай, конечно, показательный. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.